И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик, как всегда, информативно-игрового формата. Сегодня у нас будет тест одного очень интересного устройства, которое у нас апнули уже, наверное, недели три назад, но до сих пор я не дотянулся до его обзора, до его теста. Сегодня это полноценный обзор в игровом формате, ну, может, немножко там инфы тоже какой-то придам, Гаусса с отключением, ой, говорю с отключением, с пробитием, который апнули на сплэш воздействие. Если раньше можно было со сводки пробить только один танк, то сейчас в радиусе 6 метров, а именно полтора танка от того танка, в который вы сводитесь, наносится пробитие. Сегодня я надеюсь на то, что это будет круто, эффективно и грамотно работать. Что касаемо корпусов, то я очень сильно и долго думал, что же я сегодня возьму, исходя из того, что у меня здесь нету ни Ареса, нету ни ВАСПа, я решил одеть Крусейдера. Посмотрим, как это все будет дело работать. Ну и что касаемо дрона, как вы просили, кризиса будет очень и очень мало. Я выкачал специально для этого бустера. Правда, на последний шаг ускорения... Ну ладно, я думаю, что можно ускорить, в принципе. Я думаю, что этот шаг пусть лучше будет. Я думаю, что за это вы свой лайк вкинете. Мне будет очень приятно. Ну и как всегда, друзья, как всегда, 150 лайков набирается. Следующий обзорчик у нас выходит по резистам. По резистам, по резистам. Я взял Гаусс Артарельса. Ну посмотрим, если что, в бою переоденемся. По режимам сразу скажу, что лучше всего это осада. Это контроль точек. Это те режимы, где максимально грамотно можно использовать данный сетап. Ну я имею ввиду больше пушку. Корпус здесь не так сильно влияет на все это дело. Но я бы, наверное, лучше использовал бы Арес. То есть за счет шарика можно очень грамотно, четко пробить. И Крусейдер не так эффективно подходит. Но Ареса, как я сказал, у меня нет. А Гаусса подобного на основном аккаунте у меня также нет. Поэтому, возможно, в ближайшее время я себе Ареса тоже выкачаю. В чем плюс Ареса и почему он лучше, чем, например, тот же Крусейдер? Все очень и очень просто в связи с тем, что Крусейдер Овердрайв наносит так же пробитие, так же, как и мой Гаусс. Соответственно, это два одинаковых эффекта. Их можно законтрить одним единственным иммунитетом. Поэтому в этом лучше случае использовать непосредственно Ареса. Ну, либо же какой-то другой корпус. Например, Васп. Но у Васп по ХП мало. На осаде, конечно, это ХП вам явно пригодится. Так, хорошее пробитие. Сразу сливаем. По сводке я могу сказать, что сводится примерно так же само по скорости, как и сводится у нас... Как он у нас сводится Гаусс, который с отключением расходки. По скорости все так же само. Ничего здесь не меняется. Это меня радует. Потому что если бы была скорость другая, то моментами, возможно, не так бы круто и эффективно это дело работало. Так, уже ведем 1-0. Какая-то такая не совсем потная каточка. Резисты против имеются от Гаусс. Это очень хорошо. Это значит, что мой эффект пробития будет более эффективен. Но для этого надо, чтобы противник чуть больше, агрессивнее поиграл. Чтобы можно было полноценно вооружение своего более грамотно реализовывать. Ну и бустер в этом плане, конечно, максимально грамотно подходит. Единственное, я вот там расходку чуть неправильно поражал. Но буду надеяться... Ой, что я хотел бы, я хотел поражать этот вот шарик. Ну, летит, конечно, он не совсем так грамотно, как я хотел бы. Ну, 2-0 мы уже ведем. Попробуем сводочку оформить у Гаусса. Гаусс, Гаусс, где-то там есть. Но, к сожалению, сводка у меня упала. Мне еще дополнительно наносят сбитие расходки. Поэтому здесь тоже, если у вас, например, есть... У меня на Аресе есть на основном аккаунте иммунитет от отключения расходки. Если бы он у меня тут был, я бы тоже его надел. Он максимально грамотно подходит к таким сочетаниям. И очень эффективно можно его использовать. До точки я не успел дотянуться, это плохо. Это минус мои очки. Но, вот, как вы видите, сейчас, например, сплэш-урон прошел по 2-м танкам. И значит, что по этим также 2-м танкам нанесся эффект пробития. Эффект пробития по 2-м танкам в такой ситуации это очень и очень грамотно. 10 киллов. Катка турбо-выигрышная. Очень легкая, очень простая. Противник просто даже к точке, мне кажется, не подъезжал еще ни разу. Попробуем запустить. Ну, непривычно мне, непривычно. И по ощущениям как-то сосуля, ну, медленновато летит. Мне бы хотелось лично, чтобы она летела побыстрее, нежели так медленно. Ну, а так, что под своем агаусе, конечно, здесь вопросов никаких не имею. Пушка максимально приятная. И моментами за счет этого пробития эффекта тоже я свои киллы дал. Возможно, в тех ситуациях, когда, например, у противника есть иммунитеты от Эмми, а нет иммунитетов от пробития, то использование вот такого гаусса это очень крутая темочка. Например, вы играете на гауссе с пробитием, ваш тиммейт в группе играет с гауссом на отключение. Я думаю, что это крутая темочка. Ну, единственная проблема, наверное, только в том, что будет резистов много одевать, но, по сути, у вас есть пробитие, да? То есть, вы пробьете танк и, как бы, ну, там особо не будете чувствовать того, что там как-то еще что-то связанное с резистом. Поэтому как-то так. По такой катке не особо что-то было понятно, поэтому давайте я попробую еще одну осаду пикнуть. В надежде, что будет какая-то более потная каточка, желательно с титанами против. И если их будет в небольшом количестве, ок, вот, это будет очень хорошо. А может даже и в большом. Главное, чтобы они старались и куполишки свои прожимали, чтобы мой эффект работал покруче. Так, нормально, пробитие дал, добил. Пробитие хотел здесь дать, но, к сожалению, у кого-то уже есть иммунитет. Один, правда? И это хорошо, что он только один. Если бы их было бы больше, было бы не так уж круто. Ну и посплышу пока, конечно, не совсем тут заметно, как оно залетает. Потому что противник особо не кучкуется. Но вот сейчас, например, нанесся по кому-то дополнительный эффект пробития. Но тут игрок, я так понимаю, стоял снизу на подъеме. Поэтому меня не засчитало. Я не увидел, вернее, не то, что не засчитало, я не увидел. Так, есть у нас овердрайв. Есть точка с правого фланга. Можно сейчас попытаться нанести эффект пробития, хотел сказать. Но они, к сожалению, ваншотнулись. Вот так вот легко и просто. Так, поэтому давайте попробуем здесь захват организовать. Ой, боже, это сосулька, это ужас. Я так непривычно на ней играть. Я все-таки привык играть больше с аресом, нежели с такой какой-то сосульей. Поэтому, поэтому не такой... Так, ну и в очередной раз, видите, я наносил пробитие. И Титан еще был в сейве, 0 урона прилетело. Так бы можно было бы эффективно. Ну давайте вот сейчас, например, два танка близко. Да, два танка было бы с пробитием, но один слился. Отлично, что добиваются противники в таких случаях. Вот, например, сейчас два близко точно стоит. И можно по двоим пробитие было нанести. Но один как-то чуть-чуть откатился и пробитие, как вы видите, уже не нанеслось. Хоть сплэшом как бы урон по танку прошел. Интересно. Давайте еще раз попробуем сделать что-то подобное. Давайте вот так и вот так. А, ну ясно, ну как бы... Сплэш Гаусса даже не дает нам показать то, что пробитие работает на два ближних танка. Поэтому, ну не совсем, конечно, можно показать то, что я хотел. Давайте вот сейчас попробуем. И опять маншот. Но пробитие по второму танку не зарядилось. Может у него иммунитет? Нет, у него иммунитета нету. Да, странно. Тогда очень странно, почему так это работает. Но я надеюсь, что это... Расстояние, по идее, было маленькое. Гаусс у меня с пробитием. Идея, значит, сплэш... Сплэш два танка близко. Шесть метров там, ну в районе шести там и было. Ну давайте сейчас попробуем. Вот по этому шахту там в упоре прям стоит. А, два танка в упоре и один сразу сливается. Но даже нельзя как-то реализовать. Что как-то я не знаю, как это уже реализовывать. Оп, пробитие есть? Нет, пробитие нет. Но кажется, танки рядом стоят, а пробития нет. Как так? Как так? Объясните мне, пожалуйста. Как так? Ну гаусс, конечно, разваливает очень жестко. Чтобы он мне что не сказал. Но килов дает просто до свидания. Очень жестко. Это при том, что я на Крусейдере, которым можно было бы овер реализовывать. А я на нем овердрайв вообще не реализовывал. И здесь, кстати, очень большое значение также придает бустер. Если вы помните, я, например, тестировал в прошлый раз арту и играл с защитником, и говорил, что бустер бы подошел намного лучше. Так и здесь. Если бы я взял бы здесь защитника, на защитнике так бы эффективно я бы киллы не давал. Оп, хорошая сосудочка. Как я не понял, он сомничтожился в походах. Так, попробуем накидочку оформить. Давайте по титану как раз. Куполишечку свою прожал. Сейчас мы его вот этот куполочек чуть-чуть и подсольем. Так, у вас пикбомба. Это пока. К сожалению, но пока. 20 килов. 20 килов, 2,5 минуты. Очень хороший бой, в котором мне уже удалось сделать неплохие цифры. Но эти цифры могут быть еще лучше, если не будет досрочки. Но досрочка, похоже, будет в этом бою. Ну как с флэшом просто урон наносится? Ну просто кайф. Просто кайф. Нет таких, конечно, больших моментов, когда есть работа пробития, но даже этого, как вы видите, достаточно для того, чтобы эффективно и стабильно набирать большое количество очков. А в принципе, в таких боях нам именно это и нужно. Еще одна катка, тоже с досрочкой. 24 килла, 600. 600 очков. Это очень неплохие цифры с учетом досрочки. Если бы там досрочки не было, я бы, скорее всего, получил бы около 2,5 тысяч. 2,5 тысячи. Это 5 на иксе. Ну это очень неплохо. Очень неплохо. Поэтому давайте попробуем, наверное... А, понял. Не попробуем, наверное. У меня крит ошибка. Поэтому давайте быстро перезайдем. Давайте попробуем еще сыграть контроль точек. Мне кажется, что в контроле точек тоже можно показать это вооружение максимально грамотно, эффективно и красиво. И я надеюсь на то, что нам подсвезет немножко с картой. Потому что желательно, чтобы она была не совсем маленькая. Да, можно, конечно, и на 6 на 6 реализовать, но на большой карте чуть сложнее играется более таким, ну, наверное, ближнебойным вооружением. А мне наоборот. Я думаю, что с Курсейдером и Гауссом можно было бы поиграть на большой карте. Но я похоже на Каркал и меня закидывает на песочницу. Ну, ладно. Окей, пусть будет песок. Я думаю, что и на песке. Ой, да, на точке не заплатилась. Думаю, что и на песке можно попробовать дать здесь килл-офф. Типов, конечно, каких-то вообще с приварками подзакидало. Здесь маншоты будут залетать сейчас очень жесткие. Поэтому давайте просто, наверное, от планга где-нибудь встанем на контроль точки. И уже от этой точки будем вкидывать дэмэдж. Надеюсь, что я сейчас не уйду на резв. И смогу здесь закрепиться. Сводка всегда шикарно залетает за счет того, что у меня корпус летающий. Он находится выше, чем обычные танки. И, соответственно, сводки такие всегда могут залетать. 3000 с Крусейдера на кулдауне. Очень неплохо. Неплохо. Давайте попробуем вот этого добить. И было бы неплохо еще по вот этому свестись. Чуть-чуть отводим башню, дабы в ноль урона не дать. В связи с тем, что сводка чуть быстрее, чем полностью отреспится танк. И поэтому здесь нужно чуть-чуть на миллисекундочку отвести и потом уже накидочку эту профессиональную оформить. Я, наверное, не в совсем удачное время записываю видос. Что мне как-то очень свезло с боями. Очень какие-то слабые противники попадаются, если вечером записывать, мне кажется. Ну, когда я, например, стримлю, играют намного жестче игроки. Поэтому я думаю, что здесь мне немножко больше подсвезло. Какие-то приваренные игрочки. что-то мне особо это нравится. Конкуренция слабая. Уаспик, конечно, старается. Но уаспика шансов против такого вооружения абсолютно нет никаких. Давайте попробуем МПшку задержать. Не знаю, может рекорд какой-то. Не, рекорда здесь не будет. Это очередная досрочка. Но вот так вот как-то получилось. Получилось сделать три быстрые турбо досрочки с тремя легкими победами, с тотальной доминацией вооружения и с полным, я бы сказал, уничтожением противника. К слову, сплэш на Крусейдере с шарика стал больше. Раньше он был вообще очень маленький. Когда только-только вышел Крусейдер, если кто помнит, посмотрел этот видос, который я записывал. Там в этом плане дела обстояли очень плохо. Кстати, сейчас залетел сплэш от стенки, если мне не показалось. Это получается, что сплэш есть. Сплэш есть. А у Гаусса с отключением расходки, мне кажется, сплэша нет. Если я не ошибаюсь, друзья, напишите по этому поводу в комментариях. Если кто внимательно смотрит. Обратите на это внимание, пожалуйста. Очень очень интересный факт. Если у Гаусса с отключением расходки нету, а здесь есть, то это своего рода уже дополнительный бонус. И соответственно уже не запустил плохо. Соответственно это уже намного круче. Это намного круче, нежели Гаусс с отключением расходки, но здесь наверное больше надо акцентировать внимание на том, что имеется по устройствам противника. если у противника например больше устройств с иммунитетом от M, а у вас есть и Гаусс с пробитием и Гаусс с отключением расходки, то вы берете например Гаусс с отключением расходки. Ой, с отключением с эффектом пробития. Если например наоборот есть иммунитет от пробития, вы берете Гаусс, который отключает расходник. То есть можно грамотно как бы коммуницировать либо просто двоем с другом или еще с кем-то играете и тоже эффективно такие вооружения реализовываете. В общем и целом что я могу сказать дайте мне пожалуйста на основу вот этот Гаусс и я буду очень часто мне кажется даже на постоянной основе играть с ним потому что он реально крут. Мне нравится его механика, мне нравится как он работает и я думаю что это эту пушку да не то что даже это вооружение эту пушку можно очень грамотно и эффективно используете в осаде в цп как это можно было сделать на арес вулкане так же самое теперь это можно сделать с Гауссом на пробитие который наносит реально очень жесткий урон и на постоянной основе именно с этим вооружением я уверен что можно забирать первые места и очень хорошие цифры по фондам по по кристаллам по опыту набирать в каждом бою даже несмотря на резисты даже несмотря на иммунитет и от пробития хотя их сейчас еще очень и очень мало соответственно ваша эффективность с таким вооружением с такой даже комбинацией будет на высочайшем уровне у меня друзья на этом сегодня все если вам понравился данный видеоролик если вы хотите видеть больше таких или похожих подобных видеороликов то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком как только 150 у нас набирается выходит следующий игровой видеоролик ну и если у вас есть какое-то вооружение которое вы хотели бы увидеть в ближайших последующих видеороликах то также пишите о них в комментариях комментарии читаю у меня на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока